Всем привет, это Леонид Волков. Спасибо, что смотрите мой канал и продолжаем разговор, хотя говорить хотелось совсем не об этом. Нет ничего более важного в нашей жизни, в жизни нашего поколения, чем война с Украиной, которую Путин устроил на ровном месте. Война, в которую многие, я в том числе, не верили еще несколько дней тому назад. Самые страшные прогнозы сбылись, самое страшное стало реальностью. Путин бомбит украинские города, наносятся неисчерпаемые, неисчислимые потери мирному населению, военным, инфраструктуре, наносится травма десяткам миллионов людей, травма поколений, которая будет определяющей для мировой политики на последующие десятилетия. И тем не менее, мы все равно должны сохранять в себе определенную дисциплину для того, чтобы смотреть на всю эту ситуацию, не поддаваясь панике, а анализировать ее, разбираться в ней, понимать, что происходит. Это нужно для того, чтобы принимать взвешенные, разумные решения, вырабатывать правильную последовательность действий. Готовы? Поехали. Поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, а то потом забудете. Начинаем разговор. Почему Путин напал на Украину? Вот я так вопрос формулирую. Сейчас уже кажется очевидным, что он совершил огромную ошибку. Ошибку, которая, возможно, разрушит все его владычество и уже точно обнулила все его завоевания. Экономика России уничтожена, гнет санкции совершенно нереальной и с ним она не сможет справиться. Россию ждет превращение либо в страну изгоя, типа Северной Кореи или Венесуэлы, либо революция и конец путинизма. На последнее, конечно, очень хочется надеяться. Сейчас, после первой недели войны, ошибка Путина кажется очевидной. И тем не менее он ее совершил. Более того, я так скажу, мне было, скажем, очевидно, что война будет иметь абсолютно разрушительные последствия и не даст никакого результата и до того, как она началась. И поэтому, считая Путина рациональным, я всегда говорил и делал прогнозы, для этого канала записывал видео о том, что войны не будет. Не потому, что я Путина недооценивал, а потому, что я считал, что ну вот он же более или менее разумен, злой, но рациональный и не будет принимать решение, которое, очевидно, приведет к таким катастрофическим последствиям. Он его принял, катастрофические последствия наступили, мой прогноз был неверным, но надо разобраться, почему. Я вижу три основных фактора, которые сыграли свою роль в принятии Путиным его решения и которые он оценил неверно. Хочу с вами вместе с этими факторами разобраться. Первое. Путин, очевидно, неправильно оценил реакцию со стороны Украины. Явно у него в голове была память о событиях так называемой Крымской весны 2014 года. И он, конечно, хотел воспроизвести крымскую историю. Народ ликует, территория присоединяется, никаких человеческих потерь, никаких финансовых потерь, огромные имиджевые приобретения, подскок рейтинга до небес, все прекрасно. Путину очень хотелось сделать так, чтобы его снова любили, ведь рейтинг Путина осенью 2021 года находился на исторических минимумах. Выборы в Госдуму были проиграны, Путин очень из-за этого переживал. Любовь это наркотик. Когда тебя всегда любили, а теперь любить перестали, тебе хочется эту любовь вернуть. Вот эта обида и желание доказать и показать, что он еще, ого-го, вернуть себе эту любовь, были важным фактором. И он думал, что у него получится, потому что он исходил из того, что ну там же русскоязычное население, особенно в восточных регионах, как же оно будет мне не радо. Еще, я думаю, Путин ставил и на экономическую мотивацию. Ну, средняя зарплата в России все еще повыше, чем в Украине, хотя в Украине она растет быстрее и довольно скоро экономически Украина тоже окажется впереди России. Он думал, что он сможет продать Харькову или Одессе картину более богатой жизни. Ну вот как, в Крыму было хуже, а стало после присоединения к России вроде как немножко побогаче. Спорный вопрос, но такую пропагандистскую картинку Путин явно имел в виду. Короче говоря, на что он рассчитывал? Мариуполь, Харьков, Одесса, Херсон встречают путинские танки цветами, как солдат-освободители. Киев же падет, если туда ввести небольшое количество войск. Ну, кто такой Зеленский? Герой комедийного сериала, как он может тягаться с великим геополитиком и стратегом Путиным и с его огромной армией. Путин рассчитывал, что война станет легкой прогулкой. Он рассчитывал на блицкрик. И главное, что он рассчитывал на абсолютно бескровное развитие событий. Тогда он смог бы продать это и российским, и украинским телезрителям, как победу по образу и подобию крымским. Путин не ожидал, что украинская армия будет биться за каждый клочок земли, что в городах будет организована территориальная оборона, что президент Зеленский окажется крутым парнем и никуда не побежит, хотя с первых дней войны ему предлагали американцы и французы и немцы эвакуацию, в том числе просто из соображения безопасности. Но нет, Путин совершил здесь ошибку, которая, ну, очень дорого ему будет стоить. Но, кстати, я хочу сказать, что когда все закончится, сделает Украину очень сильной. Мы все-таки видим сейчас просто в прямом эфире процесс формирования гражданской нации, объединения, выстраивания горизонтальных связей, единения, политического единения. Огромной ценой, дорогой ценой, ценой, которую никто не должен платить, ценой трагической. Но в итоге, конечно, Украина выйдет из этой истории сильнее, чем была. Россия тоже может выйти сильнее, чем была, если избавиться от Путина. Если нет, то Россию ждут десятилетия изоляции, нищеты и позора. Но к выводам мы перейдем позже. А сейчас о втором факторе, на который Путин явно не рассчитывал. Реакция Запада. Путин ведь ее тестировал. Путин знал, что Запад раздирается противоречиями. А еще он много лет вкладывал в формирование сети агентов своего влияния. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан занимал такую пропутинскую позицию, что я лично мало сомневаюсь, что он просто у Путина был на зарплате. Огромное количество немецких политиков также финансировались Путиным напрямую или косвенно через экономические интересы, через инвестиции крупного немецкого бизнеса в России. Французские праворадикалы, голландские праворадикалы, австрийские праворадикалы, греческие левые. Путин скупал политиков, не скупясь в течение последних десятилетий. И он проверял недавно совсем, что никакого единства нет. Конечно же, давайте вспомним уже забытый другой искусственный рукотворный кризис, мигрантский кризис на польско-белорусской границе. Безусловно, этот кризис был организован Лукашенко при поддержке Путина и ставил он своей целью посмотреть, какая будет реакция. И не было никакой единой реакции Европы и Запада. Польшу и Литву оставили практически один на один с этой проблемой. И в то время, как в Польше говорили, нет, мигрантов пускать нельзя, в Германии говорили, да ладно, пусть едут, в чем проблема, нельзя же нарушать их права и так далее. Противоречия, которые были в Евросоюзе, только усилились благодаря путинской провокации. Он рассчитывал, что и здесь будет то же самое. Он рассчитывал, что они не смогут договориться, что они не придут Украине на помощь, и что они будут защищать свои экономические интересы и не поставят принципы вперед бабла. Путинский план кажется мне понятным. Теперь задним числом, все умны, конечно, но все-таки. В четверг утром он нападает. Пока в Европе сообразят, что происходит. Пока соберутся, пока совещаются. Пятница короткий день, знаете. Задача была, чтобы к воскресенью все закончилось. Четыре дня. Должно быть достаточно, если Харьков и Одесса действительно встречали бы оккупантов цветами, а Киев действительно развалился бы под первыми же ударами. Украина не такая большая. От границы танковым подразделениям не так далеко идти. К воскресенью все закончилось. В Киеве сидит какая-то марионеточная администрация. Привел он к власти какого-нибудь Медведчука, Шария, Януковича или другого какого-нибудь подонка, готового сотрудничать с оккупантами. Ну и все. И Европа разводит руками. Что? После драки махать кулаками, вводить какие-то санкции, которые себе же, европейцам, навредят, которые будут для них же тяжелы. Чтобы что? Ведь власть-то уже сменилась. Путин рассчитывал поставить перед фактом. Вот новый статус-кво. Ну давайте с ним жить. Давайте его как-то признавать. Смысл вводить санкции, которые безусловно болезненны для Запада тоже, потому что ограничивают доступ и российских энергоресурсов, и российских капиталов, и российских коррупционных денег на западный рынок. Когда уже все случилось? Ведь санкции Запад всегда рассматривал как инструмент сдерживания. Расчет Путина был в том, что сдерживание запоздает и, следовательно, санкционного давления не будет. И он в этом, опять же, много раз убеждался. После отравления Навального никаких решительных санкций не было. Да после Крыма и Боинга тоже, собственно говоря, ничего не было. Потому что, ну вот уже, Навальный уже отравлен, Боинг уже сбит, Крым уже захвачен, и Запад начинает чесать затылки. Ну введем мы санкции, и что дальше? Себе же сделаем хуже, а это все равно ничего не изменит. Вот этот расчет сломался. Во-первых, Запад оказался готов и встретил путинскую агрессию очень решительно, очень резко и очень едино. Путин не только Украину объединил вокруг президента Зеленского, он и Запад смог объединить. Спасибо ему за это в каком-то смысле. И Запад ответил очень быстро, а у Путина блицкрик не удался. И вот все пошло вообще не по его сценарию. По состоянию на вечер воскресенья Киев не захвачен, санкции все введены, и в понедельник утром российская биржа открывается обвалом. Катится к чертовой матери рубль, огромные проблемы, эмбарго и так далее. И это вот для Путина реально опасная и неприятная ситуация. Потому что российский избиратель почувствует это теперь своим кошельком. Путин обокрал российских избирателей, которых он когда-то, положив что-то там на Конституцию, клялся защищать. Ну, падение курса национальной валюты на 30% в одночасье, это 30% доходов украденных у всех россиян. И есть одна еще очень важная штука про это. Путин много лет зомбировал наших соотечественников пропагандой. Пропаганда не может быть суперэффективна, но пропаганда приводит к тому, что люди просто перестают верить чему-либо. Люди начинают понимать, что все, что нарисовано, все, что снято, все, что показано, все может быть фейком, все может быть фотошопом. И сейчас мы видим такую проблему. Мы вот вас просим разговаривать со знакомыми о том, что происходит. И мне люди пишут, ну, я показываю там видео разрушенного дома убитых людей, каких-то трагедий ужасных из-за бомбардировок Харькова или Киева. А мне говорят, да, это все нарисовано, это все можно снять. Это я сейчас сам сколько угодно в фотошопе наколбашу. Люди не верят в картинки, люди не верят в видео, люди не верят в репортажи, потому что они живут много лет под облучением пропаганды, к которой тоже привыкли не верить, которая всегда говорит неискренне и всегда врет. Поэтому какие-то вот средства наглядной агитации, такие визуальные, очень ограничены в своей применимости. Но то, что человек чувствует на своей шкуре, это невозможно фальсифицировать. И это самая действенная агитация. И вот это Путину сейчас очень не понравится. Люди пойдут в магазин, люди увидят уровень инфляции, люди посмотрят, во что превратится их сбережение, что происходит с кредитами, с ипотеками, с возможностью купить машину или куда-то поехать, и до людей начнет доходить. Вот это история, где я абсолютно верю в победу холодильника над телевизором, и Путин очень хотел блицкригом этого не допустить, не сделать это возможным. Но тоже просчитался. И я здесь хочу сказать и о третьем ключевом факторе. Путин не ожидал и такой реакции от россиян. Весь 2021 год он размазывал печень по асфальту, он вбивал россиян дубинками в землю, не давал никому выйти на улицу, запугивал огромными штрафами, арестовывая десятки тысяч людей на митингах за Алексея Навального, на митингах против Путина в январе и апреле 2021 года. Он был уверен, что никто не выйдет. После обращения в поддержку Навального в 2021 году, актеры, режиссеры, публичные лица, которые выступили с этими обращениями, были уволены или потеряли роли, потеряли возможность сниматься и зарабатывать. Путин был уверен, что все будет молчать. Он ошибся. Десятки тысяч людей выходили и продолжают выходить на улицы российских городов, несмотря на огромный уровень репрессий. Публичные лица высказываются. Количество людей, известных всей стране, лидеров общественного мнения, которые высказались публично против войны, против путинской безумной агрессии, в десятки раз превосходит количество мерзавцев, которых Путин смог как-то мобилизовать на кровожадные провоенные высказывания. С кем он там остался? С Басковым и Олегом Газмановым. Даже рэпер Тимати от него отвернулся. И страна это видит, это тоже влияет. Все-таки, когда открытые письма подписывают режиссеры, актеры, комики, музыканты, тысячи архитекторов, тысячи учителей, режиссеров, исследователей, ученых, кого угодно, это имеет влияние. На это надо какое-то время. Эта информация распространится, и надо продолжать эту информационную кампанию. Но она сработает. Меня впечатлила такая штука, когда американцы начали войну во Вьетнаме, известно, чем это закончилось. Под воздействием мощнейшего антивоенного движения в стране политика Америки была серьезным образом реформирована. И в итоге они должны были из Вьетнама бесславно уйти. И в итоге войну эту они проиграли. Война длилась 8 лет, 65-го по 73-й. А когда началось антивоенное движение, мощнейшее, которое собирало миллионные митинги? В 67-м, через 2 года после начала войны, то есть с начала, первые 2 года, американское общество эту войну поддерживало. И только потом общественное мнение развернулось. Так в этом смысле мы в России начинаем не с нулевого уровня, а с достаточно уже высокого уровня протестных настроений. Не надо, конечно, верить цифрам в ЦОМа. Пусть Путин им верит и совершает больше ошибок. Нет массово никакого прокровавого, провоенного настроения в обществе. Российское общество против войны. Какую-то часть общества Путин смог обмануть, объяснив им, что он защищается от нацистов, наркоманов и бандеровцев. Этот обман пока еще работает, наверное, для 30-40% его ядерной аудитории поддержки. Но с этим обманом можно бороться. Ну и, конечно, в первую очередь на этих людей будет скоро воздействовать экономический стимул влияния санкций и резкое ухудшение уровня их жизни заставит их тоже задуматься, стоила ли это война таких усилий. Но с другими можно и нужно работать. Понимаете, пропаганда сейчас ходит по тонкому льду. Я же не говорю, что нет людей одурманенных. Есть люди одурманина, их довольно много, которые кричат, а где вы были 8 лет, Путин все делает правильно, надо, значит, мочить этих нацистов во главе с Зеленским и всю прочую ерунду. Такое есть. Но они и раньше велись на пропаганду и во всем остальном. И вот, скажем, пропаганда говорила, Америка нам враг, НАТО нам враг. Это неправда. Это никогда не было. Но бороться с такой пропагандой было ужасно трудно, потому что здесь она шла на очень толстом льду, на очень надежном основании. Вот этот антиамериканизм, он укоренен в общественном сознании, ему десятки лет. Ну и как ты объяснишь, что это не так? Ну, это довольно сложно опровергнуть. А вот здесь пропаганда на очень хрупкой корочке, которую можно проломить, и она утонет, и ничего не останется. Потому что они же не могут публично сказать, да, война это классно, бомбить мирные города это классно, убивать как можно больше украинцев это замечательно. Они так не могут сказать, потому что понимают, что это не продается даже самому верному стороннику Путина. Им приходится обманываться, изворачиваться, рисовать фейковую информационную картину и говорить, да мы вообще только защищаемся. Мирные украинские города на нас напали, и мы должны были их бомбить градами, чтобы защититься. С этим материалом можно работать, с этим можно спорить. Здесь можно пробить брешь в информационной империи Владимира Путина. В России уже сейчас очень много людей, десятки миллионов людей настроены антивоенно. Их не может становиться меньше. По мере того, как война будет продолжаться и будет приносить свои неисчислимые ужасы и страдания, их будет становиться только больше. Мы начинаем не с нулевой базы, и нам есть куда двигаться вперед, но этим надо заниматься. Как бы ни было трудно, надо протестовать, надо агитировать, надо участвовать в акциях гражданского неповиновения, и надо бороться с пропагандой. Путин ожидал, что поддержка внутри России будет безусловной. Это далеко не так. Здесь он тоже просчитался, и это наш шанс построить огромное антивоенное и антипутинское движение в России. И в это, клянусь, мы вложим все наши силы. Итак, Путин ошибся с оценкой настроения в Украине и украинского сопротивления, с оценкой настроения в Европе и в мире и готовностью Европы и Запада к единству, и с оценкой настроения в России и готовности россиян к протесту. Недооценив эти три фактора, он напал на Украину, думая, что это будет легкая пропагандистская прогулка. Такими ошибками заканчивали свое бесславное существование многие фашистские режимы. Путин не какой-то особенный фашист. Он фашист обыкновенный и кончит так же, как все они. Сейчас есть исторический шанс на то, чтобы Россию от этого дерьма избавить, выражаясь путинским языком деноцификацию России. Украинцы ведут свою борьбу на настоящем фронте. Их жизни угрожает опасность, на них падают ракеты. Запад несет огромное экономическое бремя этой войны. Они поставляют вооружение бесплатно, они дают деньги, и они идут на санкции, которые для них самих стоят очень дорого. Но наконец-то, впервые за много лет, ставят принципы ценности и мораль выше денег. То, на что Путин абсолютно не способен. Мы должны тоже выступить единым фронтом. Нам тоже очень трудно, но нам легче, и чем европейцам, и чем украинцам. Мы должны бороться с Путиным изнутри. Мы должны бороться с пропагандой. Мы должны бороться с ложью, с насилием, с этой войной. Это наш шанс избавиться от Путина. Сделать Россию нормальной страной. Не чувствовать себя коллективно виноватыми за путинские преступления. Россия — это не Путин. Ребят, спасибо большое. Подписывайтесь на мой канал. Мы будем дальше говорить о войне, разбираться в ее причинах и в том, что с ней дальше делать. Но я вам хочу сказать, несмотря ни на что, оставайтесь оптимистами. Вам может казаться, что вот вокруг вас все за войну. Это не так. Они не за войну. Они, может быть, обмануты, но с этим можно работать. Давайте поработаем. У нас обязательно все получится. Пока. Продолжение следует...